Услуги репетиторов в России подорожали в среднем на 20%. Эксперты этого сегмента рынка прогнозируют дальнейший рост расценок на услуги преподавателей. Некоторые готовы увеличить тарифы сразу в полтора раза. А те, кто собирается сохранить расценки, будут искать дополнительный источник заработка. Но на спрос это не повлияет. На сегодняшний день в среднем занятия стоят от 500 до 1000 рублей. Каждому четвертому педагогу репетиторство приносит более половины дохода, что делает эту услугу популярной, но и более конкурентной. Рост цен на образовательные услуги отмечен и в Тверской области. На популярном поисковом портале можно видеть большой разброс цен. Но дороже всего родителям российских школьников обходятся занятия с репетитором по английскому языку. Это в среднем 700 рублей. На втором месте преподаватели математики 630 рублей. На третьем по русскому языку 560 рублей. Также в пятерку самых востребованных вошли репетиторы по информатике и обществознанию. Наша съемочная группа решила выяснить у жителей Твери, как они считают. Должна ли все-таки школа полноценно готовить к экзаменам? Речь идет об ОГЭ и ЕГЭ или репетиторы? И вот что из этого вышло. Задача школы именно обучать детей. То есть с репетитом я могу также с ней английским домом заниматься. То есть смысл тогда в школе отпадает. И, конечно, я говорю, человек, который закончил школу с углубленным изучением иностранных языков, спустя 16 лет, когда я была в своей школе на дне открытых дверей, учительница по-немецкому сказала, Леночка, у меня как раз сейчас открытый урок. И по-немецкому, не касаясь немецкого, 16 лет, я ответила на вопросы и вспомнила. У меня мама с 60-го года рождения, до сих пор помнит английский все правила. То есть он должен под коркой быть. А это должен быть педагог. Образование таким образом построено, что если ты не будешь вкладывать в своего ребенка, то, да, школа – это база, но если ты хочешь что-то сверх, то ты должен приложить к этому усилию, соответственно, заплатить деньги для того, чтобы поступить в тот вуз, который тебе даст знания, которые можно будет транслировать не только там, например, в России, но где-нибудь и в других странах. Соответственно, это конгромерат вот этого всего вместе. То, что сейчас происходит, это гнусное образование. Я считаю, человек, пришедший в школу, должен получать образование именно там. Родители не должны работать на это и платить дополнительные средства, чтобы еще нанимать репетиторов. Учеба в школе отдали, как говорится. Вы научите, а мы со стороны будем делать все, чтобы со стороны родителей правильно. Мы же не должны платить за то, чтобы входишь в школу, и еще нужно платить репетиторам. Образование не дает ребенку возможности поступить. Может быть, это даже проблема ЕГЭ, потому что, как вот поверхностно говорят, что это больше тесты, чем знания детей. И даже, как сказать, красным дипломом человек может написать ЕГЭ плохо, и наоборот, не сильно подготовлен человек фортануть, писать, или попасть в то, что он как бы сможет написать. Поэтому трудно даже сказать, как должно быть, а как сделать это. То есть хорошее образование, может, оно и есть в школе образования. Вопрос, его дети не берут или учителя не дают. Я реалист, я прекрасно понимаю, что у любого учителя есть много классов, и, в принципе, каждому нужен индивидуальный подход. Мне кажется, просто школе нужно сделать так систему, чтобы она сама могла помочь и учителям дополнительно зарабатывать, и школьникам обретать знания. Если так получится, то, соответственно, это упростит время родителям, в поиске специалиста, ну и поможет учебе. Трудно сказать, что должно быть-то, понимаете. Ну, может, это не лучший вариант. То есть, если богатый человек, то он имеет возможность репетитора нанять. А может быть, какой-то мальчик или девочка, который не имеет денег родители, а он умный и не поступит, понимаете. Конечно, лучше бы, чтобы этого не было. И, естественно, бы школа готовила. Может быть, сейчас же нет факультативов никаких, чтобы преподаватели занимались отдельно с ребятами. Сейчас же, по-моему, этого нет, насколько я знаю. Если бы это было, может быть, и меньше репетиторства было. Может быть, там остались бы репетиторы для поступления в МВТУ имени Баумана и имени Ломоносова университета. А остальные бы, может быть, и без репетиторов бы обходились. В ходе опроса стало понятно, что жители Тверской области сошлись во мнении, без репетиторов не обойтись, если ребенок собирается поступать в ВУЗ. Но при этом школьное образование должно соответствовать современным реалиям. И в этом вопросе явно есть над чем работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...